Всем привет! Мне посчастливилось участвовать в литературном проекте Сейчас будет масло масляное Литературная карта, которую запустила Ира с канала Book Conspiracy или Книжный Заговор И я выбрала для знакомства Югославию и писателя Иво Андрича, который является крупнейшим писателем этой страны И который получил единственную Нобелевскую премию за свой роман «Мост на дрине» Это писатель первой половины XX века И он известен больше всего по трем романам Это «Травницкая хроника» или «Травницкая», «Мост на дрине» и, собственно, «Барышня» Ну, я решила, конечно же, выбрать самый известный его роман, который получил Нобелевскую премию И вообще, почему я решила выбрать Югославию Изначально я хотела, конечно же, знакомиться с авторами Черногории И где я была в этом году, и это, наверное, самый вообще был замечательный момент этого года Я очень прониклась этой страной и маленькими городками, которые в ней находятся, людьми, их менталитетом И вообще этой просто жизнью в этой чудесной стране Не поворачивается язык назвать ее экзотической Но она вот такая своеобразная очень Но пошерстив, да, какие авторы есть в Черногории Ну, это было бы очень сложновато В основном это поэзия А с поэзией я не очень в плодах Поэтому я решила брать Шири и взяла бывшие страны Югославии И началось мое знакомство с Иво Андричем Это... не знаю, можно ли назвать успешным знакомством Потому что, читая его книгу Я читала ее на протяжении ноября, декабря, октября Наверное, нет все-таки Но, тем не менее, два месяца на книгу это очень много И дело даже не в том, что она больших размеров и объемов Дело в том, что она вся очень ровная Она вся такая плавная, спокойная Без каких-либо прям вот таких экшенов Суперпереворотов и чего-то подобного Поэтому было достаточно тяжело держаться с ней наравне Потому что с каждым днем, с каждым месяцем Ты уже чувствовал желание начать что-то новое, что-то другое Что больше подходит к ситуации какой-то, например, жизненной Или к какому-то периоду времени, погоде и так далее Вот, поэтому некоторые сложности у меня с ней были Но книга на самом деле прекрасна И здесь я понимаю, почему автору досталась Нобелевская премия За этот исторический роман Этот роман очень обширен по времени, который он описывает Это четыре века Если не ошибаюсь, от 1575-го Ну, наверное, чуть пораньше Потому что где-то вот в районе этого времени Как раз был построен мост Да, мост проходит красной линией через весь роман Он является основным символом в этом романе И основным связующим звеном Да, действие происходит на территории Боснии-Герцеговины Рядом с городом Высшеград Если не ошибаюсь, он еще есть По-моему, да И этот мост, он действительно выступает неким символом И здесь можно множество значений ему придать И многие из них будут подходить Потому что, например, мост можно связать с тем Что это некое связующее звено между людьми на земле и Богом на небе Потому что люди, ну, там были и христиане, и мусульмане Но все они верили в Бога, в божественную силу У них не было никакой городской суеты Они все жили возделыванием своих полей С собиранием каких-то плодов Скотоводством, земледелием и так далее И, конечно же, они верили в силы, высшие силы И мост для них был посланием Бога Второе значение, которое я бы придала этому мосту Это объединение, соединение двух народов Двух религий, мусульман и христиан Которые изначально были в каких-то контрах Но этот мост С одной стороны, он был, конечно, таким плодом раздора Но, с другой стороны, он давал возможность сблизиться Двум народам, находившимся на разных берегах Ну, и, конечно же, это послужило и третьим, можно сказать, звучанием Да, это... Я вспомнила притчу о двух быках, по-моему, да, если не ошибаюсь На мосту, которые бодались-бодались и никто не хотел уступать дорогу другому Здесь об этом же, здесь то же самое И никто не хотел быть под гнётом других И, в принципе, в мире как-то жилось очень редко им И они всё время пытались, каждая группа пыталась отстаивать свою свободу Ещё учитывая то, что они были под Османским игом Они были под гнётом Австро-Венгрии Постоянная смена властей Это всё, конечно же, накладывало свою печать И этот роман, он показывает жизнь не только с позиции фактов Которые действительно были в истории Но с позиции человеческой души, с позиции человеческих переживаний И вообще с позиции человека, а не факта Потому что, как говорил сам Андрич Факты, они будут оставаться в истории Но человеческие переживания, они стираются Если, конечно, они не отражены в литературе, что он и сделал О них забывают, о них уже перестают думать Но вся история, она как колесо И чтобы не допустить подобных событий Нужно через себя пропустить то, что люди чувствовали, оказавшись в этой ситуации Поэтому Ива Андрич показывает жизнь городка с каждым её поселенцем И показывает характер каждого человека Показывает его взаимодействие с другими людьми Показывает, кто чем занимается Кто как пытается выжить, заработать себе на жизнь Добиться своей свободы И, конечно же, мы можем проследить Как внешние события влияли на жизнь людей Влияли на их характер, на их поведение На их ценности, потребности и тому подобное Вначале автор показывает нам Тоже исторические события, конечно Но и различные легенды, присказки, предания Которые складываются в связи с этими событиями И как они отражаются из поколения в поколение Потому что в маленьком городке, соответственно Всё переходит с каждым поколением И все об этом помнят Как если бы они жили в это время Потом, с течением времени, мы видим Как изменяются мотивы людей Как к ним приходит какая-то новая эстетика Новая этика даже Меняется сам город, его инфраструктура И, опять же, многое изменилось Благодаря строительству моста Который теперь соединяет Боснию и Герцеговину С Сараево, с Сербией, с Турцией И с другими городами И, соответственно, наплыв людей Отовсюду он играет свою роль И меняются ценности, как я уже говорила Что-то обесценивается Что-то привносится в новое Кто-то выступает совершенно с контраргументацией Что вообще происходит Нам это не нужно Мы всегда жили по нашим правилам И мы не будем принимать никакие другие Потому что Божья воля не на то дала нам мост Чтобы вот это всё происходило Кто-то, наоборот, принимает то, что приходит со стороны И начинает жить по новым правилам Всё это очень интересно на самом деле Воспринимать и принимать через себя Прогонять Но вначале всё-таки было Прямо вот интересно Было захватывающе Погрузиться в другой мир Потом это стало Достаточно привычно И поэтому Ну, советовала бы читать, наверное, тем Вот кто хочет познакомиться ближе Со странами бывшей Югославии С Черногорией С Боснией, Герцеговиной, Албанией С Сербией Вот со странами, которые близки этим Ещё что интересно Мост, он выступал таким незыблемым основанием Он претерпевал очень много всего На нём вешали людей На нём строили небольшую постройку в военные времена Когда нужно было защищать проход и ворота Чтобы не проникали всякие преступники На нём прокладывали водопровод На нём строили лавки торговые Чтобы торговать блинами, там ещё чем-то На нём целовались влюблённые парочки Шептались С ним связана легенда О человеке, который пугает детей Потом их забирает Он пережил несколько наводнений Самых просто крушительных Которые сметал дома Которые стояли рядом с рекой Дриной В него закладывали взрывчатку И в конце концов Что было очень Даже мне больно читать Он был подорван И разъединён на две части И это являлось таким событием Уже одним из последних Показывающих Всю жестокость человека И что теперь Всё пойдёт Не знаю Абы как Также мост является В принципе символом изменений И вот когда его возвели Действительно всё пошло Не на кругах своя Вот Очень сложно мне говорить об этом романе Потому что он очень обширен В нём много слоёв достаточно И можно интерпретировать по-разному Можно рассказывать конкретно о людях Которые жили Но Всё это не стоит Того чтобы говорить Это в ролике И видео Я считаю В принципе Вот основными моментами Я поделилась Которые могли бы вас зацепить И заинтересовать И я бы не хотела Портить впечатление Если всё-таки Вы возьмётесь За эту книгу Потому что Действительно Есть там Интересные истории И они В какой-то степени Архетипичны И Таких историй Миллион Можно сыскать По всему свету Ну Это действительно Роман Эпоха Он Очень здоровый И Очень Глубокий И на Нобелевскую премию Кстати говоря Номинировался ещё Толкин Но выбрали Ива Андрича Потому что Посчитали Как раз таки Его произведение Более глубоким Более психологическим И более Реалистичным Который соответствует Потребностям Общества Вот На этом я Наверное Закончу Оставлю все ссылки В описании Потому что Не только я одна Конечно же Участвую в этом проекте Есть уже куча Видео Повыходивших О других странах И писателях И кто-то Возможно Ещё выложит После меня И конечно же Ссылку на канал Иры оставлю Знакомьтесь С её видео У неё Уже наверное Вышло два Всем спасибо Всем пока Да Не забывайте писать С какими интересными Авторами и странами Знакомы вы Потому что Это Действительно Оказался Замечательный опыт Просто улётный Потому что Окунуться В литературу Другой страны В другую культуру В другие ценности И нравы Это очень интересно А то всё как-то Англия Америка Русские авторы Ну Глоток свежего воздуха Который вот как раз Был для меня Японии В этом году Надо бы сделать Отчёт По лучшим книгам Этого года Как считаете Надо? А нет Ну ладно Всё Всем пока До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok